Жильцы этого общежития с тоской думают о минувшем чемпионате мира не потому, что любят футбол. Именно тогда, последний раз, в их доме проходили какие-либо ремонтные работы. Покрасили только подъезд, штукатурили, побелили. Все. В секциях плитка, как вот лежала 30-40 лет назад, дом построен, так все и осталось. Все делаем своими силами. Уже просто, ну, мы не можем тоже постоянно деньги складываться и все делать. То есть стены мы укрепляем, от грибка мы избавляемся. Абсолютно все сами делаем. Когда звоним в дом управления, денег нету, ничего не можем сделать. Недавно общежитие переквалифицировали в многоквартирный дом. Цифры квитанции тоже стали соответствующие. Свет есть, вода тоже, но, например, в душ люди боятся заходить без химзащиты. Кажется, уже глядя на это, можно заболеть. Обливали и кислотой, уже чем только не делали. Но грибок он как пошел, это нужно стены как-то обрабатывать, это нужно что-то делать. Ребенку 4 года, да, вот, как бы, 2 года назад нас уже в больницу ложили. То есть мы в инфекционной больнице уже лежали и неоднократно. Бронхит ставят. В туалетах та же картина, только над головой нависают куски штукатурки и ржавая арматура. Жильцы шутят, мол, не хотелось бы умирать, сидя здесь. Сам как сейчас у нас в строитель, ну я так попробовал стенку так, думал, чуть-чуть снять, подправить. Ну вот чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, это рухнет все. Да, до кипяща все рухнет. Чтобы хоть как-то отгородить себя от опасного грибка и разрушения, неравнодушные жильцы сами ремонтируют дом, насколько это позволяет кошелек. Здесь все стало рушиться, начиная вот от потолка и прочее. Но пришлось своими руками все немножко сделать, вот сосед помог немножко. Ну, не хотим просто ждать, когда это все сделают, и навряд ли это будет делаться. Балкон и пожарная лестница вызывают у жителей дома не меньше опасения. Говорят, больше боятся спуститься по ступенькам, нежели прыгнуть вниз. За ответами на вопросы мы отправились в управляющую компанию. Там от камеры убегать никто не пытался, о проблемах дома номер 9 знают, но не ремонтируют. Причина в неплательщиках. Я же озвучил, здесь задолженность 2 миллиона 069 тысяч. Вот, пожалуйста, сумма, давайте совместно работать, высудимся, сейчас информацию выдадим. Несмотря на долги, дому обещали помочь в ближайшее время. Но жильцам самим стоит задуматься, что дороже – здоровье или жадность. Константин Курбатов, Артем Руденко. Наши новости.